Прими эту боль Как делал и прежде Впитай в себя мудрость и стойкость души Ошибки признай, брось пустые надежды Цель новую в сердце своем отыщи Пусть воля не даст и шанса сомнением А разум построит план новых побед Ведь сдаться бы стало легким решением Но песнь своей жизни дважды не спеть Ник Кайрос, Прими эту боль, весна, 17-й год Редакция, май 2021 Что ж, думаю лайк и подписку за креатив я уже заслужил Кстати, а какое это у меня вообще видео по счету? Думаю, отметка в полторы сотни уже была пройдена Наверное, даже те, кто видит меня впервые И уже догадались, что канал у меня не первый Ну а тем, кто следит за моим творчеством еще с предыдущих Мое почтение И коль уж мы собрались здесь сегодня Да еще и по такой причине Давайте разберемся Как продолжать идти вперед И никогда не опускать руки На какое бы дно тебя не зашвырнула жизнь И возможно у кого-то начали закрадываться некоторые мысли Но можете не переживать Впаривать вам какой-то хлам Или строить здесь пирамиды Я не собираюсь Ну, во всяком случае сегодня Хотя вариантик-то есть Данный ролик создан в первую очередь ради трогательного камбэка Не переживайте Идеи для видео у меня в принципе есть Но сегодня хотелось бы просто поделиться с вами Набором выводов и размышлений о карьере и творчестве Не стоит воспринимать их как рецепт по достижению грандиозного успеха Это видео, как и в принципе весь канал Он не про успех в современном понимании большинства обывателей Он про то, как встать на путь самореализации И не споткнуться на первом же повороте А поскольку само слово успех сейчас безнадежно дискредитировано Бесконечным инфоцыганством и историями Из грязи в князи по щелчку пальцев Точнее я бы сказал историями про то, как грязь становится не более чем богатой грязью Предпочтительным будет понятие и словосочетание Достижение цели, держите его в голове Ведь далеко не каждый обладает настолько ограниченным интеллектом Что пределом мечтаний становится куча хлама и разгульный образ жизни Задайте себе вопрос, когда вы в последний раз слышали такие словосочетания Как например, успешный космонавт, успешный художник, успешный нейрохирург Эти образы вряд ли встают у вас перед глазами при слове успех Вы можете себе представить, скажем, писателя Нила Стивенсона Трясущего перед камерой пачкой банкнот в салоне Панамеры А это, по моему, ну весьма скромному мнению Один из лучших писателей-фантастов современности Достаточно много людей на самом деле реализуют себя в жизни Достигают материального благополучия И, можно сказать, исполняют мечту Не выставляя при этом на показ свои купания в золоте в стиле Скруджа Макдака Деньги не должны быть самой целью Деньги – это инструмент по их достижению Если денег много, достичь цели легче Но если финансовое положение в настоящий момент оставляет желать лучшего Придется приложить больше усилий Возможно, намного больше Однако это не делает вашу цель автоматически недостижимой В конце концов, люди редко занимаются только одним видом деятельности Можно использовать профессию исключительно для заработка Свободное время посвящать любимому хобби Но именно желание реализовать себя в той или иной сфере Вкупе с возможностью извлекать из этого прибыль Будет приносить максимальное удовольствие Что также положительно отразится и на материальном состоянии Даже за успехом в предпринимательстве Редко стоит исключительно жажда наживы Хочу сразу оговориться, что здесь свои мысли я выражаю, вынося за скобки Такие понятия, как кумовство, коррупция и так далее Благодаря которым стать успешным бизнесменом может любая обезьяна Все-таки сейчас я веду диалог с теми, кто рассчитывает на собственные силы И завышенными исходными данными не обладает Предприниматель – это прежде всего тот, кто в полной мере реализует Врожденные и приобретенные знания, навыки и качества Управленческого и творческого характера в совокупности Особенно хотелось бы отметить талантливых ремесленников, сумевших монетизировать свой труд Не буду скрывать, почти два года я потратил исключительно на попытки состояться как ютубер Но серьезных результатов не добился Тут можно было бы начать оправдываться, что я не читаю рэп, не играю в казино Не отмываю деньги олигархов, не работаю на правительство Я недостаточно отвратителен, я не изобретаю рабочих стратегий И у меня нет богатых родственников и спонсоров И очевидно, я не миловидная принцесса, которой армия олиний готова донатить миллионы Просто за красивые глаза Особенно если эти глаза каким-то чудесным образом попадают на всеобщее обозрение Конечно, нельзя полностью исключать фактор отсутствия лишних средств на рекламу И проигрыша в лотерею с алгоритмами ютуба Особенно учитывая мой весьма специфический подход к контенту и жонглирование форматами Главной проблемой было то, что я, переключившись на видеоблогинг, начал хоронить себя в профессиональном плане Оправдывая это, помимо прочего, особенностями психики Мне бы не составило проблем монетизировать полученные за последние два года навыки видеомейкера Но что они кому-то пригодятся в сочетании с бэкграундом пиарщика и управленца с юридическим образованием, верилось слабо Результат вы уже могли видеть сами Стоит лишь добавить, что моя роль в компании теперь существенно шире обязанностей и говорящей головы О подробностях моей нынешней профессиональной деятельности мы еще поговорить ой, как успеем Но если кому не терпится узнать, чем я занимаюсь, ссылку на канал бренда я оставлю в описании и здесь Вы можете сказать, что я оказался в нужное время в нужном месте и будете отчасти правы Это понятие часто используется как причина опустить руки и якобы всем, кто добился успеха, просто везет А мне жизнь не предоставила шанса Вот только стоит понимать, что за, например, моим случаем стоит полтора десятка лет тяжелого труда И череда безуспешных или неоконченных попыток реализовать себя в различных сферах деятельности Конечно, кому-то везет больше, их триумф наступает раньше при минимальных затратах, длится дольше, сияет ярче и приносит больше выхлопа Он хоть что-то с этого получает? Задавал я себе вопрос в 12-м году, глядя на то, как Бэткомидиан отрабатывает пропагандистские штампы В перерывах между заключением контрактов на проведение энергоаудита моим предприятием, поймавшим за хвост удачу в виде 261-го закона об энергосбережении Ну, это было до того момента, когда мои друзья-партнеры решили выдавить меня из компании, воспользовавшись моментом, когда я ухаживал за умирающим отцом А через пару месяцев я вернулся уже на догорающее пепелище, в которое превратили мою фирму в талантливые друзья-управленцы Думаю, это даст вам понимание о многих вещах и в первую очередь о том, что нельзя опускать руки после первой, как и после второй и третьей попытки Пока вы сражаетесь, вы еще не проиграли Ну а жизнь, да, жизнь-то она длинная Удачные моменты окружают нас постоянно, но мы их либо не ищем, либо оказываемся не готовы себя проявить Вы живете в эпоху интернета, многие из вас в эту эпоху только родились Но если вы, имея в распоряжении безграничный кладезь знаний и возможностей, прожигаете свое время, листая ленту и просматривая видосики Нужное время так и не наступит, а нужное место не найдется никогда В этом плане жизнь чем-то напоминает алгоритмы Ютуба, не правда ли? Тот факт, кстати, что сейчас мы живем в постиндустриальном информационном обществе Практически нивелирует аргумент по поводу тяжелого финансового положения, которое якобы связывает вас по рукам и ногам Буквально я нищеброд, потому что я нищеброд и нищебродом останусь Если бы вы родились в крестьянской семье середины 19 века и не умели читать, вопросов нет Однако, обладая самым дешевым смартфоном с выходом в интернет, вы уже имеете возможность использовать площадки со, скажем так, низким порогом входа для, прости господи, самореализации Так, например, появились Дани Милохины, Эдварды Биллы и прочие инстасамки Да, широкие возможности для представительниц очень прекрасного пола, которые предоставляет современное общество, вообще заслуживают отдельного обсуждения Конечно, такие примеры скорее заставляют ненавидеть современный мир, чем вдохновляют Но никто не мешает, используя те же инструменты, повышать эрудицию, получать знания, учить языки, прокачивать коммуникативные навыки и применять их на практике Разбивать по Панамере раз в неделю вы вряд ли сможете Однако, скажем, фриланс точно не оставит вас голодным, откроет множество новых перспектив и точно позволит сохранить уважение к себе Учиться никогда не поздно, банальная мудрость, которую понимает каждый, но мало кто применяет на себе Думаете, когда я в 20 лет учился на юриста широкого профиля, задумывался над тем, что в 28 мне внезапно захочется снимать ролики на YouTube А спустя два года я устроюсь говорящей головой в компанию, где смогу развить другие свои навыки и применить полученные знания Порой радикальная смена квалификации позволяет не только получить подходящую по духу работу, но и стать по-настоящему мультизадачным Неправильно подобранная специальность или вообще отсутствие образования не являются причинами ставить на себе крест Особенно, если вы еще достаточно молоды Можно подумать, что главной причиной опущенных рук и отсутствия мотивации служит боязнь изменений На самом деле не все так просто В первую очередь, двигаться дальше не дает отсутствия целей Двигаться попросту некуда И не стоит путать цели с потребностями, такими как семья, квартира или мечтами Например, хочу стать миллионером, а как не знаю Имея в идеале на каждой из своих увлечений и на каждый вид деятельности, которым вы занимаетесь профессионально Дорожную карту в виде цепочки поставленных задач Вы никогда не рухнете на самое дно и не остановитесь на отметке все как у людей Особенно, если это, как я ее назвал, цель-ориентир, которая проходит красной линией через всю вашу жизнь Чем бы вы ни занимались Она не должна сильно зависеть от материального, семейного, карьерного и других положений У меня, например, такой целью является искаженная параллель Тот самый мой литературный магнум опус с собственными иллюстрациями Следующая мысль будет не настолько жизнеутверждающей, однако я советую вам как можно раньше принять тот факт, что путь достижения цели – это путь одиночества Опять же, если только ваши цели – это неприродные потребности, типа найти жену, уже счастливо и умереть в один день Хотя и здесь тебя с наибольшей вероятностью ждет фиаско Жизнь, знаешь ли, не сраный мюзикл Я не утверждаю, что ради великих свершений придется всю жизнь быть одиноким самураем Но стоит понимать, что найти настоящих соратников невероятно сложно При этом, заручившись поддержкой единомышленников, вы довольно быстро познаете все прелести внутренней конкуренции И разногласий на пути исполнения общей мечты, которую в действительности каждый будет считать своей Недаром в любом профессиональном коллективе существует субординация и иерархия Даже если изначально компания создавалась закадычными друзьями на правах равных Сражаться за свою мечту, подчиняя других своей воле Или же смириться с позицией ведомого Ну или же вообще начать все с нуля Выбор за вами Стоит также понимать, что на пути к сложной цели вы невероятно уязвимы И к вам становится легко подобраться, якобы подставив плечо Мнимая поддержка, особенно в сложный период, зачастую приводит к тому, что вам садятся на шею В самом худшем случае вы можете впустить в свою жизнь того, кто, предложив мимолетные комфорты благополучия, начнет планомерно разрушать ваши стремления А в самом-самом худшем случае вам могут навязать ложные высокие цели и идеалы Чем активно пользуются инфоцыгане, мошенники, коммунисты и внезапно государство Делая из вас инструмент по достижению собственных целей Если вы не хотите, чтобы вами пользовались, соблюдайте здоровый эгоизм, а главное самолюбие Также придется идти на компромисс с теми, кому вы действительно дороги Скорее всего, это кровные родственники Ведь для них, как правило, чисто инстинктивно, в приоритете стоит ваша безопасность Ну а борьба за место под солнцем, конечно же, связана с риском Если тебя в какой-либо сфере постигла фиаско, знай, что если решишь попробовать снова, все будет иначе Вас никто не заставляет повторять неудачный опыт досконально, как под копирку От вас лишь требуется не совершать пройденных ошибок, анализировать опыт и искать ему более удачное применение Не люблю такие сравнения, но из-за одной допущенной ошибки могут рухнуть довольно крепкие отношения Но это не значит, что стоит считать, будто все в этих отношениях было ошибкой И что отношения в принципе ошибка Хотя нет, глупость какая-то Из-за одной допущенной ошибки, скажем, при заключении договора может рухнуть целый бизнес Но это не значит, что стоит считать, будто весь бизнес плохой и им не стоит заниматься Главное, не опускай руки, ведь на чужих ошибках по факту не учится никто, а каждый набивает собственные шишки Тебя могут постичь неудачи во многих сферах, но как успешный, так и неудачный опыт, приобретенный при попытках в них реализоваться, в итоге выльется в победу на другом направлении Какой вывод я хочу сделать из всего вышесказанного? Вам не обязательно становиться Александром Македонским, Уинстоном Черчиллем, Илоном Маском, Стивом Джобсом и так далее, чтобы считать свою жизнь состоявшейся И нет, я ни в коем случае не говорю, что стоит довольствоваться малым Это очередное оправдание неудачника Стремиться нужно действительно к великим целям, но при этом нужно не забывать жить Ну а для того, чтобы достигнуть цели, стоит избрать правильную философию и составить грамотный план действий Ведь, как я сказал в самом начале, у нас здесь история не про успех по взмаху волшебной палочки И история не про тех, кто рождается в нужном месте в нужное время с золотой ложкой в заднице Здесь у нас история простой жизненной самореализации с точки зрения рядового обывателя Пускай даже этот обыватель лорд Надеюсь, данное видео принесет нам с тобой взаимную пользу И я потешу свою ЧСВ А ты получишь заряд вдохновения и, может быть, даже вспомнишь меня добрым словом Когда одна из озвученных в этом видео мыслей поможет тебе принять правильное решение в решающий период жизни Ну и, конечно, добро пожаловать на новый проект Кайроса Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик и подписывайтесь на все мои соцсети Там повсюду разный контент Я рисую, я пишу книги, я играю на гитаре и так далее Жду вас на стримах! Снято! Я рисую, я играю на гитаре и так далее Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...